Вот одно, вот второй одеял, вот третий. К каждой ночи Нина Борисовна готовится основательно. Цель – не замерзнуть. В квартире 14 градусов. Для хранения солений и зимних заготовок температура идеальная, говорит пенсионерка. А вот жить в таких условиях совсем некомфортно. Согреться в ванне тоже не получится. Горячей воды нет. Вот холодная есть, а горячей нет. С надеждой крутит краны не только наша героиня, но и десятки собственников квартир в домах на Малунцево и проспекте Культуры. Горячую воду отключили Планово. Прошло три месяца. Подачу не возобновили. Выяснить причину люди не могут. Обращались в тепловую компанию. Там сообщили, что проблем нет. Я звоню, говорю, что вот в тепловую компанию, к диспетчеру. Я говорю, у нас такая, нет у вас нету аварийной ситуации. Они потом, понимаете, начинают смотреть. Все, заявка составлена. Следом же им звонит тетя Нина. Они говорят, вообще первый раз слышим. Она говорит, вам только что звонили с Малунцево, 24. Она говорит, нам никто не звонил. Никто нам ничего сказать не может, почему воды нет. И вот сидим и не знаем, когда. Буквально вчера я звонила. Ответили, что потерпите. Все говорят, потерпите, но уже сил нет терпеть. Терпеть приходится не только жителям нефтяников. На сетях многочисленные аварии. С каждым днем становится все холоднее. По ночам в Омске минусовая температура. Ресурсоснабжающие организации отчитываются. Работаем в усиленном режиме. Из 400 домов в 175 горячая вода вернулась. Дома на Малунцево и проспекте культуры пока в список счастливчиков не попали. Телеканалу Омск ТВ в тепловой компании пояснили. Жителям придется подождать. Ввиду высокой загруженности персонала и спецтехники, работы по восстановлению горячего водоснабжения на данном участке запланированы к завершению 4 октября. После проведения ремонтных работ горячее водоснабжение будет возобновлено в штатном режиме. Расставаться с обогревателями жители проблемных домов будут по очереди. К отопительной системе подключены около 2500 омских многоэтажек. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест. Для сравнения, это 60% от общего количества. Чтобы батареи стали горячими у всех горожан, ресурсникам потребуется еще около двух недель.